Сейчас мы находимся на территории 44-й школы. На данный момент здесь проходят работы по капитальному ремонту. На территории образовательного учреждения имеется строительный мусор, но доступ к нему закрыт такой вот ограничительной лентой. Но, несмотря на это, некоторые из челнинцев считают это небезопасным. Сигнальная лента – это все, что предупреждает об опасности. Но челнинцы сомневаются, что она может остановить подростков. Ну, конечно, опасно. Там же везде стекловата валяется. И детям опасно, я думаю, будет. Некоторые челнинцы отметили, что мусор складируется на короткое время. За разъяснениями наша съемочная группа обратилась в исполком. В школе номер 44 ведется капитальный ремонт. Поэтому, возможно, временное неудобство. Строители вывезут данный мусор. Мы гуляем каждый день и наблюдаем, что в принципе ситуация меняется. Не так, чтобы она лежит, неизменно и лежит. То есть вы замечаете, что мусор все-таки вывозят? Частями вывозят, его было больше. Просто, видимо, работы идут, и дальше происходит вывоз того, что уже готовы к вывозу, а потом новый появляется. То есть я так понимаю, что большой ремонт идет в школе. И вряд ли это можно сделать сию секунду. В одном мнении челнинцев сошлись. В школе давно требовался ремонт. Почти за 40-летнюю историю это первые масштабные изменения в образовательном учреждении. По словам сотрудников данного учебного учреждения, часть школы была закрыта. В ней проводится ремонт. Учеников же поместили в другую часть, чтобы строительные работы не мешали учебному процессу. Также в целях безопасности были отменены кружки. Планируется, что все строительные работы будут завершены в августе. Как раз тогда проводится приемка образовательных учреждений. Христина Балабанова, Леонид Султанов, Новости Челно-ТВ.